Полине всего 5 лет. Как все дети ее возраста, она общительна и жизнерадостна. Тяжелым ударом для семьи и непростым испытанием стал диагноз, который девочки поставили врачи. Аномалия Эпштейна – редкая и опасная форма врожденного порока сердца. Прислушавшись к рекомендациям специалистов, мама малышки согласилась на операцию. Год назад нам поставили диагноз, и уже в этом году мы прооперировались. То есть я считаю, что это быстро, и хорошо, что мы вообще родились в Самарской области, что у нас есть такие замечательные врачи, которые спасают наших деток. Конечно, мы волновались, как любая мама будет волноваться, но надеемся, что все у нас будет хорошо. Да, Полин? И завтра выписывают. Да. Аномалия Эпштейна – заболевание, при котором происходит смещение клапана. До недавнего времени возможности его лечения были ограничены. Приходилось сделать либо временную коррекцию, но пациент был обречен на повторное развитие порока, либо ставить искусственный клапан, который со временем придется менять. Сейчас в Самарском областном кардиодиспансере успешно применяется новая методика, которая позволяет избежать повторных операций. А эта операция позволяет собственным тканям, по собственной, это называется, пластической коррекции, вернуть этот клапан на правильный путь. И вот в этом вся задача, попытаться это сделать. У нас это получилось очень хорошо, потому что эту операцию в России выполняют в трех или четырех клиниках. В том числе и мы. Это далеко не простая операция. И у нас есть пациенты из Саратова, из Оренбурга. Работа по укреплению системы здравоохранения в регионе, в том числе по развитию детской медицины, освоению новых методов лечения ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова. В год по программе оказания высокотехнологичной помощи в областном кардиодиспансере оперируют более 250 детей с врожденными пороками сердца. Всего же ежегодно в отделении проходит лечение более тысячи пациентов. Леонид Кошман, Алия Саидбаталова, Роман Напарин, Новости губернии.